так я пока начну картинки так для иллюстрации пока все включается а Так, это я нарисовал просто два кольца, про которые мы будем говорить в этот раз и, наверное, следующее тоже. Значит, слева у меня нарисованы гауссовые числа. Это мы берем целые числа и добавляем к ним мнимую единицу. Ну, то есть это числа вида А плюс Б и И, где А и Б целые числа. Второе называется числа Эйзенштейна. И это мы берем, все берем, корень кубический из единицы, не равный единице, омега называется. И опять же рассматриваем числа вида А плюс Б и омега. Где А и Б целые. Значит, омега у нас это кубический корень единицы, не равный единице. Ну, и он является корнем квадратного уравнения. Ну, соответственно, у нас омега в кубе равно единице. То есть, x кубе минус 1 равно 0, это корень этого уравнения. Но не является корнем уровня x минус 1, поэтому это корень уравнения x квадрата плюс x квадратного уравнения. Поэтому, собственно, мне ничего, кроме илейных мышц, писать не нужно. Это уже будет кольцо. Вот. Значит, почему я их выделил? Ну, значит, сегодня мы поговорим про то, что... про основную теремию арифметики. Теремию арифметики в кольцах. Я примерно через, не знаю, 20 минут суммулирую, что это такое, что значит основная теремия арифметики в кольце. Но вы знаете, что основная теремия арифметики работает для целых чисел и для многочленов над полем. А мы с вами будем доказывать, что ее можно обобщить, по крайней мере, на гауссовые числа и числа из Эйнштейна. Ну, и на самом деле тут будут еще другие кольца, которые появляются из Z добавлением какого-то... Ну, я тут напишу немножко неаккуратно. Z от корня из Z, где D, это какое-то целое число. Это не очень аккуратная запись, тут надо правильно написать. Но вот мы про эти кольца поговорим. Там где-то выполнено снать арифметики, где-то нет. А следующая наша цель после этих двух будет доказать, что кольцо многочленов от нескольких переменных тоже является, тоже там выполнено снать арифметики. Ну, или другими словами, может доказать, что если в K выполнено основной теремией арифметики, то она выполнена и в K от X. То есть любого кольца, в котором это работает, в K от X тоже можно... То есть кольцо многочленов, то есть можно многочлены раскладывать на неприводимые со множители, причем в некотором смысле однозначным образом. Ну, вот это наша цель на... То есть наша цель на следующей лекции доказать это свойства, их обсудить, а также вывести какие-то следствия, полезные из того, что здесь выполнено снать арифметики. Ну, мы в прошлый раз закончили на том, что мы обсуждали всякие разные общества, сколько лет. Мы договорились, что вообще говоря, мы работаем мутативными кольцами. А дальше мы сказали, что если мы хотим говорить про делимость, то удобно говорить не про них, а про высоте целостности. Это кольца, в которых нет делителей нуля. Значит, нет делителей нуля. И как следствие можно, например, делать такие преобразования, что если АС равно БС и С не равно нулю, то тогда А равно Б. Ну и дальше мы хотим здесь написать свойства, то есть такие кольца, в которых выполнено снать арифметики. Эти кольца будут называться факториальными. Но про длини, опять же, я чуть позже скажу, так пока напишу. Бактериальные кольца. Факториальные. Ну, слово фактор, это слово факторизейшн, разложение, по-английски обычно так пишут. И по-русски просто перевели, что это факториальные кольца. Ну, а где-то там внутри, тут лежат поля. Ну, про то, что полифакториальное кольцо мы тоже проверим. И, значит, мы начали говорить про делимость. То есть, мы сказали, что если у нас есть кольца в стелсности, то можно просто определить делимость, как А делит Б, если существует Т такое, что А умножить на С равно Б. Ну, и дальше написали какие-то свойства, что А делит А, если А делит Б, и Б делит С, то А делит С. И может там про сумму. Соответственно, если у нас есть уже делимость, можно пытаться начать раскладывать на множители. Но прежде чем это делать, нужно избавиться от таких чисел, которые на что-то не влияют. Этими числами являются делители, так называемые, ну, обратимые элементы, или по-другому делители единицы. Вот если мы посмотрим на Z и F от X, то когда мы говорим про сумму теремии арифметики, здесь нужно говорить про некоторую точность. То есть, например, в Z у вас есть плюс-минус единицы, и понятно, что домножение на единицу никак не меняет, ну, у вас разложение положительных будет с плюсом, а отсекных с минусом. И свойство, например, того, что число имеет делителями только там единицу и само себя для натуральных, переходит в целое в то, что оно имеет делителями только плюс-минус единицу и плюс-минус себя. То есть на минус можно, на самом деле, сокращать, поэтому обычно говорят только про натуральные числа, а про целые не говорят. Ну, а вот в кольцо многочленов обычно говорят, что все работает с точки зрения константы. То есть у вас есть константы C с F, не равные нулю. И, опять же, если у вас есть многочлен, то он неприводим, то если вы домножите его на константы, то он тоже констанции неприводим. И все разложение на неприводимое, оно работает с точки зрения, до домножения на вот эту константу. Поэтому ворсимые элементы, они, как бы, в некотором смысле лишние, они, как бы, делители единицы, поэтому они делят все остальные элементы, и поэтому на них, как бы, можно не обращать внимания. Соответственно, выводится следующее определение. Ну, давайте сначала концептуально скажу, а потом как-то на пальцах. Концептуально происходит следующее. Значит, у вас есть группа K со звездочкой мультипликативная. Значит, K со звездочкой — это мультипликативная группа, то есть, обратимые элементы, они действуют на всем K умножениями. Знаете, что такое действие? Ну, то есть, у вас... Ну, что такое действие, да? Мы должны... Каждый элемент, он переводит K в K, просто мы можем взять все элементы SK умножить на этот элемент. Это просто действие умножениями. Соответственно, орбиты этого действия называются классами ассоциированности. Орбиты этого действия Классы ассоции и рованности. Ну, говоря человеческим языком, мы говорим, что два элемента А и B ассоциированы, ассоциированы, если существует такой обратимый элемент, что A равно C на B. То есть, ассоциированные элементы, они отличаются на обратимый элемент. Соответственно, у вас все кольцо, оно выглядит... Ну, у вас обычно есть 0, выделен элемент, потому что если вы доможете его на любую... на любое число, останется 0. А остальные элементы, они разделяются на вот такие вот классы ассоциированности, то есть классы, отличающиеся обратимыми элементами. Ну, в частности, если вы... Вот для этих примеров, вы просто берете любое число А. И у него вот в классе ассоциированности будет оно и минус А. Если берете многочлен, то берете многочлен, добавляете его на константу. Так, ну, у вас у кого-то были, у кого-то не были. Ну, вот в гауссовых числах у нас обратимые элементы. Это вы, наверное, уже считали. Это какие? Ну, там должно быть плюс-минус 1, плюс-минус и... Соответственно, у вас класс ассоциированности устроено так. Вот у вас есть выделие 0, а дальше элементы одного класса, они... Ну, отличается, как бы образует поворот 90 градусов, то есть образует квадрат такой. То есть, например, вот такой вот класс ассоциированности будет. Там, если возьмете здесь, то у вас вот такой вот класс ассоциированности. А если возьмете какой-нибудь такой элемент, ну, или там такой элемент, то у вас будет такой элемент, вот такой элемент, такой элемент и вот такой элемент. То есть эти элементы отличаются на обратимые То есть числа Хейденштейна Обратимыми будут уже Ну вот собственно они все нарисованы у меня По окружности, да Это будут числа, лежащие на окружности с радиусом 1 То есть плюс-минус 1 Плюс-минус воминка, плюс-минус воминка в квадрате Ну и дальше у вас для каждого элемента будут такие шестиугольнички То есть например, если возьмете такой элемент То ассоциированные с ним это будут соответственно Кисло отличающиеся повороты на 60 градусов И образующие такой правильный шестиугольник с центром в нуле Ну там я могу опять же тут нарисовать какую-то Какую-то такую картинку 3,1 Здесь вот еще будет Ну сейчас у меня сейчас лезет, конечно Ну короче еще где-то тут будет И вот тут Ну не очень красиво получилось, но примерно понятно Вот Но можно Опять же я давайте напишу некоторые свойства Которые выполнены для ассоциированных элементов Вот, то есть я сказал, например, что это орбита И что это касается иллюзий, чтобы сразу мне надо было доказывать Что это отношение эквивалентности Хотя на самом деле это отношение эквивалентности То есть можно доказать, что если у вас а эквивалент на а Что если а эквивалент на бета, б эквивалент на с Но это на самом деле просто следует из того, что это Орбиты при действии умножения То есть это такая некрасивая тавтология Свойства ассоциированных элементов Ну обычно говорят какие-нибудь такие свойства Что если вот а ассоциировано с б Это равносильно тому, что Ну например, что а делит б и б делит а Или это равносильно тому, что У вас множество делителей а совпадает с множеством делителей б Множество Множество делителей Совпадает С множеством делителей б Ну, то есть короче говоря Ассоциированные элементы Такие элементы, которые вообще неразличимы С точки зрения делимости У них одинаковых набор делителей Одинаковых набор чисел, которые на них делятся Они делят друг друга Короче, у них вообще все одинаково Такие, я сейчас навешу такое замечание То есть ассоциированные элементы Неразличимы Точки зрения делимости Поэтому все утверждения, которые дальше будут Которые связаны хоть как-то с делимостью Они все работают с точностью до ассоциированных элементов И про это нужно помнить То есть, например, если у вас есть разложение Оно всегда однозначно будет стоить Что до умножения на ассоциированные элементы Если я говорю про Сейчас будет свойство Например, неразложимого элемента Опять же, если у вас есть ассоциированные элементы То они будут одновременно неразложимы То есть, свойства одного Если они суммулированы с точки зрения делимости Они на самом деле будут перекладываться и на Остальные тоже Вопросы какие-то? Нет? Ну, это будут элементы, которые Как, у вас есть предпорядок Да, да, но вы можете сказать, что вот есть Тут написано, да, что Остальные элементы такие, которые Безразличны отношения друг к другу То есть, выполнено то, что а не превосходит б, а б не происходит а То есть, если вы По вашему отношению предпорядка будете строить отношения порядка Ну, как вы там Вы развиваете их на классе эквивалентности как раз И строите такой порядок Это как раз оно и будет То есть, у вас После того, как вы все ассоциированные элементы Сложите в один элемент То есть, сделаете из класса эквивалентности одного представителя Тогда у вас будет нормальный порядок на делимости То есть, например, из z Просто получится натуральный чисел с нулем Ну, 0 там будет 0 будет там делить все А из z просто получится натуральные числа, например, да И будет обычный порядок, как на натуральных числах делимости То есть, там это будет обычный частичный порядок Да, то есть, это будет уже не предпорядок, а обычный порядок Еще вопросы? Окей, ну вот, если мы сформулируем, что такое ассоциированный элемент Теперь мы можем сформулировать, что такое неразложимые элементы То есть, то, на что мы, собственно, собираемся раскладывать все элементы нашего кольца Ну, что такое неразложимый элемент? Неразложимый элемент Ну, давайте я буду писать его как P Значит, P из K Это такой ненулевой необратимый элемент Ненулевой Необратимый элемент То Выполнено следующее Если Он представлен в виде произведения двух элементов А умножить на B То из этого следует Обязательно, что Один из со множителей Это обратимое число Это обратимый элемент Ну, тут можно немножко по-разному говорить Можно говорить, что Как вы в школе привыкли? Вы говорите так, да? Простое число Это такое, у которого делитель Простое внутреннее число Такое, у которого делитель Только один Оно само Ну, при этом Обычно говорят, что простое число Не равное единице Вот то, что оно не равно единице Это мы говорим про то, что он Не является обратимым элементом А то, что среди его делителей Есть только один Оно само Ну, тут мы на самом деле говорим Что среди делителей Есть только обратимые И ассоциированные с ним Больше никаких других делителей у P нет Ну, просто это минимальное Что может быть, да? У нас обязательно Если у нас есть число P Оно обязательно делится на единицу На все обратимые И на все ассоциированные Ну, вот Больше Как бы Это минимум, на что оно делится Поэтому уж меньше точно нельзя Ну, и вот тут написано Что действительно Никаких других нет То есть, если вы представили Оди пределить двух элементов То обязательно один из них обратимый Ну, значит, другой ассоциированный с ним То есть Неразложимые Это такие Ну, вот С точки зрения порядка Который мы ввели Да, это вот Минимальные элементы Кроме Нуля и Обратимых Да? Ну, у вас получится, что все Ну, да У вас получится, что у вас все Обратимые неразложимы И тогда у вас получится, что Однозначно Это не будет в том смысле, что У вас Количество простых Сомножителей может быть любым Потому что Вы можете добавлять Добавлять Сколько угодно Много Обратимых элементов Ну, как вы можете написать Например, смотрите 5 равно Смотрите, 1 на 1 На 1 На 1 На 5 Я разложил 5 5 неразложимых элементов Но Не очень звучит, правда? То есть Это все Вот это все Это мусор, да? Это как бы лишний Сомножитель? Нет, они, конечно, важны Потому что Минус простые То есть И плюс 5, и минус 5 Будет неразложимым элементом Кольца целых чисел Ну, да Значит, тут есть проблема Некоторой стерминологии Потому что В Кольце многочленов Обычно Неразложимы Завятся неприводимыми многочленами То есть Тут пишут обычно Неприводимые Многочлены Вот Но вы использовали, как правило Термин простые числа И Простой элемент Это на самом деле Обычно определяет Была еще некоторыми другими свойствами Это будет чуть позже, я скажу И для Вот таких колес Неразложимый простой Это будет одно и то же Поэтому Простые числа В Z Это вот действительно Простые числа Но Корректнее Может быть Называть Ну Правильно Неразложимый Потому что По определению Это числа Которые как бы Это элементы Которые нельзя разложить Ну нельзя разложить В смысле Что Никакими другими способами Кроме как Представить их В виде произведения Как что-то Обратимое На ассоциированное Не получится Как их Искать Ну давайте Я на зататы У вас на семинарах Тоже это будет Но как зататы Можно пробовать искать Неразложимые элементы Да То есть Как вообще Понять по элементу Он как-то Что-то Раскладывается Или нет Ну Задаты Это удобно Кольцо Потому что У него есть Ну Видите Тут есть Как бы Расстояние до нуля И на самом деле Понятно Что когда у нас Так как у нас чисел Внутри Едничной окружности нет То когда вы делите числа У вас Вы Ну вы их делите На числа с меньшим модулем Ну Формально говоря Можно ввести Давайте Я может быть Не знаю Где тут Начну писать Чтобы найти Неразложимый З от И Удобно ввести Норму То есть Норма Числа З Ну это будет Просто Обычная Норма Комплексного Числа Ну или Для Гауссовых Чисел Эта штука Просто будет Равна А в квадрате Плюс Б в квадрате Вы берете А плюс Б И умножаете на А минус Б И получаете А в квадрате Плюс Б в квадрате А так как это А, Б целое То это будет Натуральное число А норма у вас Еще К тому же Мультипликативна И Еще к тому же Вы знаете Что У вас Норма Всех обратимых элементов Она равна Одиничке И равна Одиничке Что если цель Житка со звездочки Тогда только Когда его норма Равна единице И на самом деле Из этого Уже можно построить Кучу примеров Неразложимых элементов Ну например Берете Вот Взяли элемент Вот этот Один плюс И У него Норма 2 Ну и понятно Что если бы Он на что-то Раскладывался Если Один плюс И На что-то Раскладывается То есть Один плюс И Равно Вот З1 на З2 То Прозидение Нормы Этих двух элементов Она дает Двойку Потому что Норма Прозидения Это Прозидение Норм Тогда Получается Что Прозидение Из неразложимости Мы предположили И на самом деле И на самом деле Все Ассоциальности Тоже Неразложимы То есть У меня Вот Неразложимы Будет Например Вот эти Все элементы Они Неразложимы Ну и на самом деле Здесь можно поставить Содобойки Любое Простое число П И получить То же самое Если у вас Здесь написано Любое Простое число П То Если представили Этот элемент Прозидение Двух Двух Чисел То Их Прозидение Норм Это П Значит Хотя бы У одного Сонношителя Норма Единица А значит Оно Обратимо Поэтому У вас Сразу Появляются Критерии Что Если у вас Норма Числа Это Простое То У вас Он Неразложим Отсюда Сразу Кучу Неразложимых Элементов Уже В этом Кольце На самом деле То же Самое Работает Для чисел Денштейн Только Там Норма Немножко Более Хитро Устроена Опять же Я не знаю Успели В этом Семинарах Пройти Или нет Но Вот Если У вас Есть Норма Числа А плюс Б Омега Она Записывается Как-то А в квадрате Минус Аб А плюс Б В квадрате Как-то Так И Это Тоже Будет Натуральное Число И Тоже Вот Это Свойство Выполнено Здесь Поэтому На самом деле Все рассуждения работают и тут Только Норму Чуть сложнее Высчислять А так В принципе Опять же Если у вас норма Простое число То для Работы Та же самая Логика То есть Можно таким образом Как-то Какие-то Неразложимые элементы Найти И на самом деле Ну Чуть позже Мы докажем Что это Почти все То есть Там есть Два типа Неразложимых И это Почти половина Неразложимых Мы уже нашли Там еще осталось Скорее что найти И вот Это И вот Эти числа Будут Являть собой Тоже Неразложимые элементы Но это Вот все Будет На семинарах Но что Вы это Разберете Если еще Не разобрали Так Есть еще Какие-то Вопросы Да Нет Это неправда Потому что Есть Вот есть Еще Отдельные числа Значит Давайте Я Общую Картинку Нарисую Так Где-нибудь Давайте Здесь Начну рисовать Ну Смотрите Опять же Я тут пока Ничего не доказываю Просто рисую картинку Значит У вас В целых числах Были простые числа Что происходит Когда вы берете Z И добавляете К нему какой-то элемент Например I Значит У вас В самом деле Происходит следующее Какие-то простые числа Они все еще остались Простыми То есть Неразложимыми А какие-то Теперь раскладываются И Собственно Зато ты Происходит следующее У вас Все неразложимые Делятся на два типа Либо это Значит Неразложимые элементы Давайте я тут Неразложимые Элементы Это либо Такие Z У которых Норма Это простое число И в этом случае Это простое число Теперь раскладывается Потому что Оно Представляется Как Z Запряженное Оно теперь Больше Неразложимое А второй тип Это такие простые Для которых Не существует Z С Нормой Z равно P То есть Какие-то Вот Все простые числа Которые были Z И которые Теперь не являются Нормами Никакого числа Они остались Простыми То есть Например Вот Вы тройку Не можете Представить Суббитых квадратов Поэтому Тройка Вот здесь Вот тройка Будет тоже Неразложимым Потому что Ну потому что Ее разложение Если бы оно было Оно могло быть Только на Z Затопряженное Таких нету Поэтому Не получится Ну и на самом деле Про Z Томмиго Верно То же самое То есть Для Z Томмиго Опять же Какие-то простые числа Они теперь Раскладываются А какие-то Нет И таким образом Получается Описание всех Неразложимых элементов Но только там Будут другие простые Потому что У вас норма Другая И Там Если здесь Эти простые числа Разбиваются Как Ну давайте Я напишу Polier Alert Значит Тут будут простые Виды 4K Плюс 1 Они будут Неразложимы А 4K Плюс 3 Останутся Простыми Ну там Еще с двойкой Правда Нужно разобраться А здесь Будет Так 3P Плюс 1 3P Плюс 2 Нужно правильно Написать По-моему 3P Плюс 1 Вот сюда А 3P Плюс 2 Сюда И стройка Нужно будет Отделенно разобраться Сейчас мы проверим Двойка У нас Не является нормой Никакого числа Эйзенштейна Да Кажется Наверное Ну в общем Как-то так Понятно Еще вопросы Нет Это норма Тоже самое Эта норма Это норма Все еще Назад Сопряженная Просто Если вы Распишите В этих Координатах Она будет Записываться Вот так Ну потому что Если я Буду Смотрите А плюс B Омега Омега У меня Это не И Когда я буду Домножать На Омега Сопряженная У меня Ничего Не сократится У меня Омега Омега Сопряженная Это У меня Единица Правильно А Омега Плюс Омега Сопряженная Это Минус Единица Поэтому Когда вы Вынесете Получится Ровно Вот это Это Просто Я же Я же Тут не Пишу Я Пишу А плюс Б Омега А плюс Б И Поэтому В этих Координатах Она будет Вот такой Если я Перепишу Через А плюс Б И Будут Другие Числа Потому что Омега Это Что Такое Это Минус Одна Вторая Плюс Коррени Из Трех Вторых И Но Я могу В принципе Написать Это Переписать Из И И Почитать Норму Но Будет Так Так же Выглядеть Ничего Как бы Ничего Не поменялось Вопрос Вопрос Здесь У тебя были Координаты Удобные С точки зрения И А здесь Не очень Удобные С точки зрения И А записано С точки зрения Ломеги Так Еще Вопросы Да Я прошу прощения Что я это быстро говорю Но я считаю Что это Как бы То есть Это Более-менее Такая Семинаровская Часть Я просто Пытаюсь Слить картинки Чтобы было Понятно Что происходит Я надеюсь Что вас На семинарах Это разберут Если нет То вы мне Говорите Я тогда На следующей Лекции Может быть Про это Подробнее Расскажу Если у вас Что-то Из этого Пропустится Так Ну хорошо Смотрите Мы определили Что такое Неразнажимый Элемент Все Теперь Можно Сумулировать Что такое Материальное кольцо То есть Что такое Кольцо В котором Выполнена Основная теремия Арифметики Ну Тут на самом деле Нужно сказать Те же самые Те же самые слова Что и для натуральных чисел Только Нужно быть аккуратным С Ассоциированными элементами Потому что Натуральных чисел Там про это Не надо было говорить А здесь надо Значит Ну давайте Область целостности К Область целостности К Называется Факториальным кольцом Факториальным кольцом Если в нем Выполнено Оставить Теерем Арифметики Что это такое Ну Я должен Существовать Разложение И его Единственность Да Значит Если Во-первых Существование Разложения Для любого Х Не равного нулю СК Существуют Такие Обратимый элемент У И неразложимые П1 ПС Что Х равно У П1 И так далее ПС То есть Любой элемент Он Представляется В виде Произведения Неразложимых Ну Вы можете спросить Зачем я тут пишу У Хотя казалось бы Я мог его спрятать В один из неразложимых Это правда Можно сделать Но я Специально Это Пишу тут Чтобы подчеркнуть Что у вас Разложили Стоя что Добротимых Потому что Иначе Часто могут возникнуть Недоразумения Потому что Вы будете Считать Что В разложении Можно на это Узабить На самом деле Нельзя Обычно люди Привыкают К тому Что они используют Какие-то конкретные Простые числа Пирток Половитные Целые числа И забывают Что здесь Можно поставить Знак минус Должен написать Что они разные Поэтому На степени Ну Чтобы не Зарять обозначение Степени Я просто тут убрал Хотя Ассамбли Можно конечно Сгруппировать И записать В виде степеней Но Мне кажется Что это лучше Понятия не станет Так Единственность Да Еще нужно писать Второй слот Это единственность Разложения Значит Ну понятно Что Ну да Я должен здесь Написать С точки зрения Обратимых И перестановок То есть я должен Написать Что если У меня написано Вот такое равенство Уп1пс Равно В Ку1 Куэль Где Ув Это обратимые А П1пс И Ку1 Куэль Это неразложимые То есть если Выполно два Если два таких Разложения То В них Одинаковое количество Неразложимых И можно Перенумеровать Так чтобы Элементы с Одинаковыми Нумерами Были ассоциированы То С равно L И существует Перестановка Ну Каких-нибудь Перестановка Там Индексов Такая Что после нее П1пс Будет Ассоциирована С куитом То есть Разложение Единственное Стоящее Перестановки Сомножителей И замена Их на ассоциированные Понятно Что я могу Писать много Разложений В которых У меня будут Разные Ассоциированы Элементы Но это Одно и то же Разложение То есть Понятно Например Что я могу Писать Там Да То есть Равно Минус 2 на 3 2 на минус 3 Минус 1 на 2 на 3 Это все Одно и то же Тут Нет Минус 1 на минус 2 Минус 3 Это все Одно и то же Разложение Ну тут у меня Ну это Обратимый элемент Поэтому это не считается Ну вот я еще раз Да, еще раз говорю Смотрите Здесь можно обойтись Но я на всякий случай Это пишу Чтобы вы про это не забывали Там будут моменты Там будут моменты Из-за того, что тут У Ну из-за того, что Вам нужно помнить То, что нужно Обратимые Могут Открыть Коллизии Поэтому я на всякий случай Пишу В принципе Это можно опустить здесь Это в принципе Ну в принципе Да, да, да Ну формально да Но единичку я опустил Для наглядности Да Да Ну я Я говорю Что, то есть Опять же Если вы там Не знаю На экзамене Забудете сказать Что Если вы искать Со звездочкой То в принципе Вас никто За это сильно не поругает Это не Существенно Я просто это пишу Чтобы вы Поэт не забывали Что тут Вот Что Тут есть Надо помнить Про Домножение на обратное Что там Ассоциированность Все связано В принципе Можно Можете опустить Можете про это не писать Это я Не наставил Хорошо Ну то есть Соответственно Вот Наши картинки Который тут же писал Значит у меня Факториальное кольцо Автоматически Был в целостности Ну Опять же Ну да Сейчас Ну правда Если вы Забудете тут про у То здесь Нужно будет написать Х не жидко Со звездочкой Потому что Тогда у вас Обратим элементы Неразложимы Ну их нельзя так представить Поэтому тут я Записал Любой х Неравную нулю Потому что я могу Записать такой хитрый Разложение Х равно у Хотя на самом деле Можно было тут написать Тоже Ну то есть тут Надо быть аккуратно Подписать ка Со звездочкой Если вы забываете про у Окей Вот То есть я То что поле Кольцо Ну давайте я скажу Поле это Факториальное кольцо Это наверное очевидно Потому что Вот любой элемент Можно разложить А именно Их с равно у Ну и любых Таких двух Разложениях У меня множество Неразложимых Будет пустым Поэтому тоже Выполнено Поэтому поле Факториальное кольцо Это как бы очевидно Тогда можно сделать перерыв После перерыва Мы вот собственно Будем обсуждать Как доказывать Что кольцо Факториальное Или как доказывать Что нефакториальное Посмотрим Как Может быть Например Нефакториальное кольцо Сделаем И поговорим Про доказательства Так Сейчас тогда перерыв Пять минут Так Ну хорошо Ну Нас Да На всякий случай Меня тут спросили В перерыве Я так еще раз повторю Для всех Что здесь имеется ввиду Не Имеется ввиду Любого такого представления Если только Число как-то представилось В виде произведения двух элементов То обязательно это выполнено И то что существует Такое представление Что При виде А на Б Где одно из них обратимо А то что Любого такого представления В виде произведения двух элементов Обязательно Один из них обратимо Ну Соответственно У нас есть По сути дела Два вопроса Первое Как проверять Как показывать Что кольцо не факториально И второе Как доказывать факториальность Субтитры сделал DimaTorzok но тут есть да вопрос даст ли кольцо в котором не существует разложения и все для кольцо в котором либо ну либо ломается что они бы либо единственных и правило все нормальные кольца которые все можете придумать или как правило ну или которые которые в реальный для них как правило ломается второе то есть скорее будут проблемы с единственностью чтобы думать кольцо где не работает существование ну не совсем очевидно потому что вам нужно придумать кольцо в котором берете элемент пытаясь его разложить а он раскладывается 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 разложиться никак не может ну и там даже есть на семинаре задача звездочки не знаю нужно ли я спорить спорили сейчас но в общем вам нужно придумать какую-то операцию разложение которое будет действовать бесконечно в рамках одного кольца ну например то есть как бы в качестве идеи да можно взять там но доберете там двойку да ну как и можно представить ну как порезой кино кормить двойки а курицей к может приставить ну корень 4 степени злойки на корень 4 степени злойки поэтому если у нас есть кольцо в котором есть все эти корни и они все еще необратимые элементы тогда вот вы построили пример но вот сделать это кольцо это такое себе там нужно помучиться вот ну или вы в качестве примера это когда нет существования ну а 2 2 2 идея это как бы сделать какой-нибудь такое культ такое кольцо которое можете без конечно делись но как то понять но вот берете эти пакеты من the main так вашом кольце ну как его можете разделить ну вы можете написать виде этом и ностальдить на и м а можете качестве им очень м а можете еще дальше N это раскладывать ну то есть вам нужно сделать причем так чтобы вот это n была необразимым, опять же. И при этом альфа нужно было делить на n. Но вот если вы такое придумаете, то опять же у вас получится, что нет существования разложения. Но я надеюсь, вас на семинаре примеры приведут. Если нет, обращайтесь, я вам приведу пример на следующей лекции. Но это как бы не тривиальный пример. Его можно не знать. А вот с единственностью это показать довольно легко. Значит, единственность. Ну, разложение, да? То есть у меня нарушает... Да. То есть... Ну, без сейчас. Давайте так. Пример кольца. Без. Свойства. Два. Значит, вам нужно что сделать? Вам нужно придумать какое-нибудь кольцо, в котором вы можете делать такие два разложения, но при этом они просто не ассоциированы. Ну, надо взять какой-нибудь Z и к нему что-нибудь такое добавить, но чтобы было менее приятно. Ну, на самом деле, примеров тут труд труди, потому что на самом деле, если вы добавите что-то маленькое, то есть, типа I, или типа Омеги, или корни из двух, то это будет факториальное кольцо. А если вы добавляете что-нибудь побольше, то уже сразу все ломается. То есть, например, это вот, пожалуйста, Z от двух, и Z от корней из трех, и Z от корней, там, из пяти, и все такие кольца, они будут не факториальными. Давайте теперь Z от двои посмотрим. Значит, я беру Z, вот у меня есть тут целые числа, и добавляю к ним числа только, ну, вот я, как бы, беру галлосовые числа и вычеркиваю все нечетные строчки. У меня остаются только как бы четные строчки, а остальные все сгорают. У меня два I, это четыре I, минус два I, это ноль, и так далее. Смотрите. Опять же, я, как в прошлых ситуациях, могу построить норму. То есть, норма комплексного числа это Z на Z сопряженное. В данном случае у меня написано A плюс B на 2 I, и поэтому норма это будет A в квадрате плюс 4 B в квадрате, да? Если я вот в таких координатах записал, у меня норма будет вот такой. Так, хорошо, давайте посмотрим, какие у нас есть тут обратимые элементы в моем кольце. Это что будет? Значит, да, это будет только числа, но норма это натуральное число, поэтому опять же обратимые элементы могут быть только элементы с нормой 1, потому что, ну, у вас норма мультикомпликативна, значит, если 1 представили в произведении двух элементов, значит, в произведениях норм это единица, значит, у каждого норма должна быть единица, а это может быть только в случае, когда у вас A равно плюс минус единица. поэтому тут будет только два элемента, это вот такие вот, минус 1 и 1. Это обратимые. Ну, теперь нужно посмотреть на какое-нибудь такое разложение, хитрое. Теперь берем четверку, это 2 умножить на 2, и это же равно 2i на минус 2i. Значит, ну, в духе разложения я могу написать единичку, но я считаю, что единичку можно не писать. Значит, есть два разложения, числа четверки. Значит, я утверждаю, что, во-первых, 2 и 2i и минус 2i это неразложимые, а то, что они не ассоциированы, это вот след из этого, потому что у меня ассоциировано только число от чащей замены знака, а из 2 2i замены знака не получится, потому что там нужно и умножать, а у меня и просто физически нет в кольце, поэтому я до него не могу домножить. То есть, я уже точно знаю, что 2 и 2i не ассоциированы, и 2i минус 2i не ассоциированы. Осталось проверить, что 2i это неразложимый элемент. Ну, это потому, что у меня просто чисел с такой нормой физически просто нет, да, просто, ну, давайте что-нибудь напишем, где можно написать, ну, давай здесь напишем. значит, норма двойки равна норме 2i, и это, конечно же, 4, только в том случае, тут будет либо равна двойке, либо b равна единице. Эта штука была бы разложима, если существовало бы число с нормой 2. Но, как вы можете понять, вот такое выражение никогда не равно двойке при а и b целых. У вас, значит, если вы поставите здесь единичку, получите единичку, и здесь единичку получите сразу четверку, вот, это вот 2i, а если здесь двойка, тогда тоже будет больше четверки. Поэтому никаких чисел с нормой 2 нету, вообще с меньшей нормы нет, значит, у вас 2i, 2i неразложимы. Так, это было быстро или нормально? Конечно, 4. 2i, это число 0 плюс 1 на 2i, поэтому у него будет норма 0 плюс 4 на 1, 4. Ну, даже по картинке видно, что у вас они все находятся на одной окружности, поэтому у них одинаковая норма, и ничего, вот эта окружность, больше никаких элементов внутри нет, им просто не надо делиться, потому что у вас если что-то делится, то число с меньшей нормой, потому что у вас чисел с нормой меньше единицы нет, поэтому, когда вы делите, у вас обязательно один из множеств и должно быть, ну, все множеств должны быть внутри этого круга, а у вас внутри круга просто нет точек кольца. То есть, почему так произошло? Потому что мы вычекли на нечетной строчке, и поэтому у нас теперь I уже перестал быть обративым элементом, и в гауссовых числах, конечно, бы такое не прокатило, потому что сказали бы, что это одно и то же разложение. Но стоило нам выкинуть I, и все сломалось. Уже вот не работает. Да-да, норма мультипликативна, поэтому если у вас единичка, единичка это произведение двух элементов, то норма единички это произведение их норм, это единичка, а это должно быть тоже по единичке, значит. Потому что норма, она мультипликативна И кроме того, у нас норма всех элементов Это натуральные числа Кроме нуля, они все будут половительными Поэтому у вас обязательно Единичка это произведение двух натуральных чисел Тогда это обязательно единички Ну да, то есть Сейчас я Теперь я хочу дать какие-то комментарии Но сейчас, может быть, начну запутывать Когда вот происходит биака Если вы, например, добавляете Зет, какое-нибудь число Типа корень седьмой степени Из единицы И если вы добавляете корень седьмой степени из единицы То вы сразу добавляете кучу точек единичной окружности Причем расстояние между соседними Оно будет Уже внутри единичной окружности Поэтому у вас появятся в кольце Какие-то элементы У которых норма меньше единицы То есть если вы добавите какой-нибудь Ну вот, берете там Сейчас пробую, конечно, стемиугольники не получится нарисовать, конечно же Но я попробую Ну вот такой что-то получится Сейчас мне получается девятиугольник А, это нужно по три точки Сейчас Раз, два, три Четыре, пять, шесть Ну, короче, вот какой-то семиугольник получился И у вас Получается, что вот этот вектор У него длина меньше единицы Поэтому у вас в этом кольце Точки будут еще и внутри лежать Это вот плохой пример А если вы берете вот такие вот кольца Типа за это двух И, там, за этот Ну, если вы даете какой-нибудь корень И какого-то числа То, скорее всего, у вас просто точка внутри единичной окружности нет И поэтому у вас все так красиво У вас Если вы хотите на что-то разделить То обязательно у вас должно быть Оба модуля меньше То есть у вас оба делимых Должно быть модуля поменьше Поэтому лежат все внутри эта окружность Вот, это единственный пример Можно было взять Вот, там, для корней из трех И будет то же самое Только вы говорите, что Четыре это Один плюс корень из трех И на один минус корень из трех Или два на два Обратим, у вас там еще будет плюс-минус единица Там корень из пяти И у вас еще какие-то примеры будут То есть тут, на самом деле Это не единственный пример Можно таких чисел придумать там много То есть, на самом деле Единственность может нарушаться И скорее наоборот Это повезло, когда она работает Окей Теперь, как Насчет Говорили про пример Давайте обсудим Как доказывать факториальность То есть, как мы хотим работать Так, нельзя нужно еще Ну, может в конце нам появится Но если мы успеем, дойдем до примера Я еще раз это нарисую быстро Наверное уже Ну, давайте сначала общая идея Значит, во-первых Нужно доказать существование Давайте я таксуну Номер один Ну, как правило Существование Вы доказываетесь Исходя из того Что когда вы раскладываете элементы У вас что-то уменьшается Вот Z, A, T Ну, вообще Вот в таких кольцах Есть, конечно, корень Если бы степени из трех Из трех Из трех Из трех Из трех Или в таких кольцах Вот я говорю, что мы очень удобно Использовать норму Норма это нормальное число Если у вас Z на что-то делится То у этого числа норма поменьше Значит, вы Там чисел с данной нормой Конечное число Нужно проверить То есть, в частности Обратимых элементов У вас будет конечное число Поэтому Ну, вот так вот Делайте, делайте Получается разложение Да-да-да-конечно Да-да-конечно Ну, должна То есть Или, например Для многочленов Есть понятие степени Очень удобное, да Берете многочлен У него какая-то степень Если у нас что-то раскладывается То Как правило Ну, то есть Тут отдельно Нужно разбораться с константами Но если константы Это кольцовка-то реальная То есть разложимая То у вас константы Раскладываются на множеств Или А дальше многочлен Он либо предстоит В виде произведения многочленов Меньшей степени Либо не представляется И все И дальше Вот тоже, опять же Вот если у вас в кольце Есть какая-то Структура Либо степени Либо как здесь норма То можно что-то сделать Я пока вот На идейном языке рассказал Никаких так строгих утверждений Я не делаю, да Ну, как-то Использовать Структуру кольца Комплектный модуль Или степень Если это есть А что делать с единственностью? На самом деле с единственностью Тут нужно Давайте вспомним Как мы действовали Для натуральных чисел Что? Но от противного Тут, опять же Там сильно использовалось Структуру натуральных чисел И это не работает А работает второй способ Или третий Который мы там доказывали Структуру в археметике А имя нужна Лема эвклида Значит Мы разбиваем Единственность На Ну давайте я так Сейчас Как-нибудь Вот это у меня Первое свойство Которого реальности А второе Будет следовать Из двух пунктов Два и три Два это так называемая Лема эвклида Ну я его так напишу Хотя Обычно Лема эвклида Относится к натуральным числам Я просто говорю Что это Некоторый аналог Е Аналог Е Для произвольного кольца Она говорит о том Что Для неразложимого элемента На самом деле Выполнено Другое свойство Более полезное Значит Если Х Неразложим То Из того Что Х Делит Произведение А Б Следует Что Либо Х Делит А Либо Х Делит Б А Что Ну комплексный модуль степень Я так написал В качестве примеров Что может быть В качестве структуры Я имею ввиду Но На примерах Мы разберем Что это такое Оказывается Что если вы доказали То Третье Автоматически следует То есть Доказываем Единственность То есть На самом деле Ну Полно говоря Третье Это сейчас Утверждение Которое Сформулирую Что если у вас есть кольцо В котором есть существование А также Выполнено свойство 2 То кольцовка Это реальна Только Я хотел сделать Еще одно замечание А именно Сказать Что вот такие элементы Для которых Выполнено Такое хитрое свойство Что если Что-то делает Произведение То он делит Один из омножителей Это называется Свойством Простой Ну Свойством простоты Или вот Называется Простые элементы Давайте я тоже Продолжение Скажу Да Ну вот Там еще Существование Нужно Ну Это я как бы схему написал Сейчас Конкретные утверждения Строгие будут ниже Значит Во-первых Я хочу сказать Определение Что у меня Ну давайте так Напишу Значит П Это простой Простой Элемент К Ну тут нужно писать Наверное Область целостности Да Ну давайте Область целостности Что-то Если П Не нулевой Не обратимый Не нулевой Не обратимый И Из П Делит А Б Следует Что П Делит А Или П Делит Б Это называется Простым Элементом Да Ну Опять же Тут Терминология Может показаться Излишней Потому что Ну вот мы видите Мы как бы Разделили Свойства Неразрыва Элемента Как бы Ну то есть Неразрыва Это Куда не раскладывается А простой Это Которая Обладает Таким Свойством Это Терминологическая Разница На самом деле В факториальном Кольце Это одно и то же Но Лима Ифкрида Говоришь В одну сторону А на самом деле В другую Это вообще Всегда Выполнено Опять же Это можно То есть Это вроде Не сложное упражнение Там оно есть На связках Но если вас там Не успеет пройти Я готов Это рассказать Это не очень сложно Ну давайте Я ставлю на дом Но Если не получится Вы мне скажете Значит Упражнение Первое Если П простой То П неразложимый Это вообще Всегда выполнено Ну и следствие Очевидное Из того Что мы сейчас Будем говорить Про то Что В факториальном Кольце Это просто одно и то же Ну да Ну как бы То есть Нет В другой стороне Очевидно Но Вы же понимаете Я так Я так буду выводить Из лема эвклида Факториальность То есть нужно проверить Что в факториальном кольце Выполнена лема эвклида Это отдельно Это утверждение Который я сейчас не буду доказывать Я сейчас буду доказывать Что если выполнено 1,2 То кольцо факториально А то что в факториальном кольце Вот это работает Это следует из разложения Это нужно отдельно проверить Но это не сложно Ну мы сейчас поймем По ходу дела Ну в общем это И первый Второй Мне кажется Ну не очень сложным Она есть в семинарских листках Если я говорю Если вы не успеете пройти на семинарах И у вас останутся вопросы Я готов в следующий раз Это быстро рассказать Вы можете пока подумать Мы это в следующий раз Тогда разберем Если вдруг останутся вопросы Не, не, нет Нет Вот нас Ну сейчас Смотрите Вот я сейчас перепишу Вот это была некоторая Неформальная запись Да? Давайте я сделаю строго утверждения Утверждение Если В области В области целостности К Выполнено Свойство 1 Факториального кольца Выполнено Ну могу написать Существование разложения Или свойство 1 Факториального кольца Как хотите Свойство 1 В скобочках Существование разложения Существование 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 Бактериального кольца И Любой неразложимый элемент Прост И Любой Неразложимый Прост Тогда Кольцовка Реальна Ну Ка факториальное кольцо Ка факториальное Я думаю То есть Ну Я что хочу сделать Да Просто Чтобы Не говорить Каждый раз По единственности Я это упрощаю Заменяю Это на свойства То что То есть Мне нужно Доказать единственность Я буду просто Упрять Вот это Свойство Чтобы Каждый раз Не доказывать Вводить Среди двух Свойств Которые у меня Тут есть Доказательство Будет Точно С небольшими Отклонениями Повторять то Что у вас было Для натуральных чисел Тут Ничего интересного Не будет Доказательство Так Формировка Понятно Да Есть вопросы Ну как До каждого Единственности Пусть У нас Есть два Разложения УП1ПС Равно W Q1QL Берем П1 Ну Опять же Я буду Примять индукцию Можно сразу Предположить Что Ну тут Надо как-то Аккуратно Сказать Что это Разложение С минимально Возможным Количеством Сомножителей Совокупным Да То есть Это Такой Контр Пример В котором У меня Встретилось Минимальное Количество Сомножителей Что 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 Ну С Плюс Минимально Такое Берем Берем Ну там Куча таких Проблемных Да Куча таких Ну Ладно Я понял Давайте я буду По индукции доказывать И будем мучиться Хорошо Пусть такое равенство Выполнено Ладно Возьмем П1 П1 Не разложим Значит П1 Прост Значит Ну А с другой стороны П1 Делит всю правую часть W Q1 И так далее QL Ну Давайте Просто Будем По индукции Доказывать Что П1 Делит Какой-то Один Со множителей Ну Понятно Мы Говорим Что Если Он Делит Такую Штуку Значит П1 Либо Делит W Q1 Ну Или Там Просто W Или П1 Делит Q1 И так далее QL Из этого Следует Что П1 Либо Делит W Либо Делит Q1 Либо Делит Q2 И так далее QL Я Отделил Q1 И QL Делил Со множителей Q1 И все остальное И опять же Применил Простоту Ну Ну И так дальше Продолжая Получим Что Q1 Либо Делит W Либо Делит 1 Со множителей Я Применяю Индукцию Но Вроде Понятно Что Как это Делать Ну W Наделить Не может Потому что W Обратим А значит P1 Обратим И тогда Он не может Быть Не разложим То есть Тут Из этого Следует Что P1 Со звездочкой P1 Не Не разложим Это Противоречие Значит P1 Делит Какой-то Куито Значит Существует И Такое Что P1 Делит Куито Но Если P1 Делит Куито А Куито У нас Неразложимо Так Еще Раз Нет Еще Значит П1 Делит Либо Дублевая Либо Один Со Множителя Ну Пусть П1 Делит Куито Куито Не Разложим Значит Либо П1 Обратим Обратим Либо П1 Обратим Либо П1 Ассоциирован С куито Ну Обратим 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 Потому что Он Неразложим Невозможно Потому что Значит С куито С куито С куито Да Да Конечно Они Обратим Мультиприз Группа Кольца Да Там Все Делители Единицы Можно Читать Обратим Элементы Делители Единицы То же самое Да 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 Ага Это Сейчас Ассоциирован С единицей Да Ну Конечно Так Еще раз Значит Если Начинается Случай Разобрали А дальше Если он Делит Какой-то Из Неразложим То Понятно Что Может Только С ним Ассоциирован То Что Он Либо Сыром Либо Обратим Обратим Он Быть Не Может Потому что Он Неразложим Значит По Один Сыром С Куито Ну Теперь Да Да Именно здесь Используется Жотоба стелсности Иначе Мы Не смогли Быть То есть Вот Да Собственно Стелси Была вина Для того Чтобы Можно Было Догать Факториальность Сокращая Вот Тут Ну Тогда Можно Заменить Это Равенство На Равенство Там У С Волной По И так Далее По С Равно W С Волной Ку 1 И так Далее Ку И Минус 1 Ку И Плюс 1 И так Далее Ку И Минус 1 Где У С Волной Дубль Дубль С Другие Обратимые Которые Мы Получили Когда Мы Использовали Ассоциированность А Извините Коль Да Извините Я Все Хожу С ума Ну Все Дальше Мы Делаем То же самое С П 2 И Дальше По Индукции Пока Не Кочется Мностей В Одной Из Частей Ну И Потом Уже У вас Останутся Там Либо У вас Останутся Только Обратимые Тогда Оказано Если У вас Останутся Лишние В одной Скобочке Тоже Проблема Потому что Одной Скобочек Будет Неразложим А в другом Будет Обратим Элемент Как Мы Уже Выяснили Такой Не Работает Продолжение Продолжение Ну, там, я тут напишу, да. Ну, то есть, мы догадались, самое главное утверждение, что если у вас есть 2 таких записей, то у вас обязательно для любого со множителя в одной из частей, у вас со множителя в другой части, поэтому у них можно сократить, но и так будем сокращать, пока они не кончатся. Ну, все, значит, мы доказали единственность разложения, собственно, доказали факториальность. Окей. То есть, на самом деле, вместо того, чтобы доказывать единственность, будем доказывать, что неразложимые элементы являются простыми. Вот, то есть, нужно доказать, конечно, такое свойство. Ну, и про существование поговорить, тогда все будет работать. Теперь, при каких же колец? Ну, вот, давайте посмотрим еще раз на натуральные числа и многочлены. И поймем, что мы там действовали просто, ну, как бы, и там, и там, доказательство, что существование, что Лема Эвклида использовала, ну, существование, правда, там использовала там степени и просто модуль числа, а Лема Эвклида использовала алгоритмы Эвклида. Поэтому, естественно, просто ввести, как бы, какие-нибудь, то есть, ввести, нужно что-то написать в кольцах, чтобы было, чтобы там работал алгоритм Эвклида, и тогда автоматически факториальность будет выполнена. Ну, вот такие кольца надо ставить Эвклидовыми. Давайте я про это. Мне очень много времени осталось, я скажу определение, и в следующий раз мы будем доказывать все утверждения. Наверное, это можно стереть. Ну, то есть, пока что мы, никаких других способов, кроме как использовать наработки для натуральных тесел и для многочленов, у нас нет. Поэтому мы просто будем пытаться понять, когда работают алгоритмы Эвклида. Значит, когда в кольце работает... Ну, смотрите, у вас, как бы, рецепт состоит из двух частей. Чтобы работал алгоритм Эвклида, вам нужно, во-первых, делить с остатком, а во-вторых, чтобы этот алгоритм заканчивался, нужно, чтобы каждый раз остаток был в некотором смысле поменьше. Чтобы вы делили, у вас получилось поменьше, потом еще поменьше, потом еще поменьше. Соответственно, определение, оно довольно естественное. Давайте я его скажу, и вот про него немножко пару минут поговорим. А доказывать, что эта штука факториальна, и какие кольца Эвклида мы будем в следующий раз. Ну, сейчас, конечно, скажу ответ, а доказательство, наверное, будет в следующий раз. Итак, оба селфности К называются Эвклидовым кольцом. Есть и выполнены два свойства, о которых я только что сказал, да? Ну, давайте их так сформулируем. Первое. А, сейчас, значит, во-первых, да, значит, существует некоторая норма, обладающая следующими свойствами. Если существует норма, ну, она обычно существует буквой N, которая бьет из кольца в неотрицательные целые числа, для которой выполнены два свойства. Первое свойство. Для любых A и B не равны к нулю, норма AB больше либо равна норме A. Второе свойство. Деление с остатком. Для любых A и B не равны к нулю, существует Q и R, такие, что A равно BQ плюс R, и либо R равно нулю, либо его норма меньше, чем норма B. Так, ну вот, не успел. Ну, ладно, давайте. Ничего не успел. Тут можно по-разному действовать. Давайте я для начала напишу Q без нуля, а потом на начале следующей лекции я объясню, что тут происходит. Ну, извините, я просто не успел. Там просто... Тут можно некоторым образом менять свойства. Но первое свойство можно иметь на свойства мультипликативности. И тогда можно на самом деле ну, ноль несущественно тут убирать. Можно считать, что норма ноль равна нулю, но просто... В некоторых учебниках просто вот так написано такое классическое определение. А дальше можно сам его немножко менять, тогда будет оно более узким, но для нас целей тоже подходит. В общем, я про это вначале скажу. Но давайте я просто... Просто идея, да, что вот мы просто ввели определение кольца, для которого выполнено свойство, что можно произведение норма больше, чем у сам множителей, и разделение с остатком. И... Я это все повторю в следующий раз, но в общем, в целом мы докажем, что Z и Z и Z и Z и G и глифклидовые, и поэтому там собственно они факториальны. То есть, кольца факториальны, и мы докажем, что эти две штуки и глифклидовые, поэтому они факториальны. Окей, ну это все на следующий раз. Все, наверное, сегодня все. Да, спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому